приветствую друзья любители сада я обожаю хвойные и пробегая мимо рынка увидела можжевельник мне сказали невысокий я люблю горизонтальные можжевельники хотя в саду у меня есть разные но в основном конечно не высокие но когда вы его приобретаете обязательно спросите высота сказали 50 сантиметров примерно он выглядит как мой можжевельник высота моего можжевельника 50 сантиметров не больше и этот можжевельник выращен из череночков моего можжевельника решила я посадить рядом с пирокантой но оказывается высота его намного больше поэтому пришлось искать ему другое место здесь у меня посажен кипарис из семян семена привезла с корсики уже пятый год растет кипарисик и вот на этом месте будет прекрасно смотреться этот можжевельник растет у меня злак но я его убираю мне он не нравится сейчас я подготовлю эту территорию для посадки то есть надо убрать всю сорную траву и уже покажу как буду сажать участок готов но важно примерить это растение делать лунку только тогда когда вы поймете что на достаточном расстоянии растение будет посажен кипарис будет расти вверх а у подножья будет возвышаться прекрасный можжевельник купленный можжевельник постепенно займет довольно большую площадь у меня сейчас пироканта здесь злак но злак я пока оставлю пироканту я тоже уберу а вот это купленное растение займет где-то два метра на полтора вот так вот выглядит мой можжевельник видите довольно он красивый раскидистый и смотреться будет хорошо у подножья кипариса посажу я купленный можжевельник сантиметров 90 от подножья кипариса важно осмотреть корневую систему этого растения для этого переворачиваю на руку и осматриваю корешки оказывается растение росло где-то отдельно и его просто посадили в горшок для продажи оголенные корешки оставлять надолго нельзя я думаю что все с корешками хорошо и буду сажать по уровень корневой шейки точно так же как было посажено это растение лунка вырыта и вы видите что где-то сантиметров 30 на 30 укладываю можжевеловые череночки срезанные при обрезке весенней моих можжевельников хорошенечко их нарублю перемешаю с грунтом для чего это нужно у нас чернозем имеет щелочную реакцию а можжевельники любят кислую почву постепенно это хвоя перепреет но здесь я нашла майского жука конечно он совершенно здесь не не нужен и теперь сажаю при посадке желательно держать растение на весу и затем уплотнить грунт хорошенечко уложить уплотнить полить и затем сверху опять прикрыть грунтом для чего это делается во-первых морозцы еще бывают ночью не надо чтобы подмерзала верхняя корочка также солнышко днем палит и очень быстро сохнет грунт первое время буду поливать со временем здесь конечно будет красота я вам покажу уже где-то через месяц этот участок надеюсь информация пригодится сажайте хвойные они украшения сада всего доброго с вами екатерина молдова